В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирины Исаченко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Каковы гости, таков и праздник. Как кировские украинцы покорили сердца Кандалакшан? Охотники обследовали лесной массив в районе Невы-3. Разъяснение по поводу тарифов. В Кандалакше побывала представитель регионального управления по тарифному регулированию. Что будет с тарифами на коммуналку? Какие услуги и, главное, почему подорожали с нового 2015 года? Об этом сегодня говорили в администрации на встрече с участием представителей местной власти Кандалакшего водоканала и регионального управления по тарифному регулированию. Основной акцент в ходе встречи был сделан на теме, которая уже не раз освещалась в наших программах. Речь о тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению, которые с нового 2015 года едины для всего Кандалакшского района. Водоснабжение 25 рублей 22 копейки за кубометр, услуга по водоотведению 23 рубля 70 копеек. В совокупном платеже рост размера оплаты, который, тариф, вернее, тот, который был установлен, он повлиял незначительно. Если мы говорим о центральной части города, то в целом при неизменном объеме предоставляемых услуг, это мы сравним, допустим, если мы сравним в декабрь к январю, и в случае, если применяются нормативы употребления, которые уже установлены в Министерстве энергетики ЖКХ Мурманской области, то рост размера оплаты в целом по центральной части города дает порядка 1-2-3%. Единственный момент, это у нас не его триф, почему там несколько больше тариф, чем в центральной части города, то тарифы ранее установленного предприятию Центра коммунальных технологий, они некоторое время не повышались, тариф был установлен в размере 15 рублей, порядка 15 рублей. И, соответственно, новая организация со своими новыми экономически обоснованными сотратами, и, соответственно, тариф повлиял в процентном отношении где-то порядка 6-7%. Что касается тарифов на другие виды коммунальных услуг, то их увеличение запланировано лишь с 1 июля текущего года. Цифры уже согласованы и утверждены региональным управлением по тарифному регулированию. В среднем по области водоснабжение и водоотведение на 10% установлен индекс увеличения, на тепловую энергию на 7,6% и на электроэнергию 4,2%. Ну, по электроэнергии история сложная, потому что Федеральная служба по тарифам установила нам больше рост, но в целях защиты населения и не повышения роста платы граждан нами установлен рост все-таки 4,2%. Сейчас у нас идет активная переписка идет с Федеральной службой по тарифам. Мы доказываем свою позицию, а не свою. Но надеемся, что тариф так и останется в электроэнергии в том размере, который мы установили. То есть ростом 4,2% вместо 7%, как нам установила Федеральная служба по тарифам. Тариф на электроэнергию находится на стадии согласования. Тариф на тепло уже утвержден. Хорошая новость для жителей поселка Зеленоборский и села Умба. Для них тариф на тепло останется неизменным. Далее коротко о других новостях. В школах Кандалакшского района со 2 марта отменен чадящий режим. Связано это с окончанием в Заполярье полярной ночи. Занятия обучающихся проводятся в обычном режиме. Понаблюдать за полным солнечным затмением можно будет с борта самолета. Одна из авиакомпаний Мурманска организует необычный авиарейс. 20 марта спецборд вылетит из аэропорта областного центра и совершит 4-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями. Пассажиры смогут увидеть и запечатлеть редкое астрономическое явление – солнечное затмение. Первый этап уже четвертой по счету Спартакеада трудящихся состоится в середине этого месяца. Накануне было утверждено положение ежегодного состязания, участие в котором принимают десятки кандалакшских организаций и предприятий. На этот раз Спартакеаду решено проводить не в 7, а в 8 этапов. Помимо плавания, лыжных гонок, боулинга, легкой атлетики, дартса, настольного тенниса и волейбола, организаторы решили включить в программу Спартакеады еще и состязания по стрельбе из пневматической винтовки. Издательский дом «Коммерсант» запустил на своем сайте удобное приложение, с помощью которого каждый житель страны может рассчитать размер своей будущей пенсии. Праздник украинского варенечка, которым так пугали кандалакшан, состоялся. Во дворце культуры «Металлург» в минувшее воскресенье. Здесь все смешалось. Традиционная русская квашная капуста с украинскими варенечками рядышком на столах. Яркие шаровары с современными нарядами, модных силуэтов в танцах и песни про упоительные вечера в России с разудалыми шлягерами Верки Сердючки. Зал был полон, но всему и всем хватило места. Мы вареники лепили, пригласили всех друзей, чтобы в мире мирно было, а с друзьями веселей. Мы вареники лепили, пригласили всех друзей. Ибрагим, Муслим, Вано. Вот так праздник, как в кино сегодня у нас. Замечательный праздник. Примером того, как представители самых разных национальностей и культур весело и дружно могут существовать, под одной крышей служит Клуб национальных культур города Кировска. Участники одного из объединений клуба «Барвинок» прибыли в наш город по приглашению Кандалакшского клуба «Соседи» с песнями, играми и танцами. Этот клуб существует уже на протяжении четырех лет. Постоянно пополняется новыми участниками. И любитель этой культуры, и сама я тоже с Украины. И у нас очень много, у нас где-то около 50 с лишним человек в этом клубе. И мы проводим праздники. Практически встречаемся ежемесячно. Поем песни, общаемся, готовим украинские национальные блюда. Была у нас проведена акция, посвященная Донбассу, миру на Украине. «Барвинок» – лишь часть большого клуба национальных культур наших соседей. Как и многие северные города, Кировск многонационален. У нас же не только клуб Украины «Барвинок». У нас же есть клуб еврейский клуб, у нас есть клуб Чувашей, у нас есть азербайджанский клуб. То есть у нас просто клуб национальных культур. А уже там они подразделяются на все национальности. Вот мы сейчас принимать будем, приезжают к нам евреи, 50 человек с Мурманской области. Чуваши приезжают, областной фестиваль у нас будет в Кировске. В ноябре прошлого года в Кандалакше тоже создали клуб национальных культур. Правда, пока он чаще всего выступает как принимающая сторона, приглашающая гостей из других городов области. Уже прошли вечер дружбы в гостях у поморов, День культуры народов коми. В апреле планируется День культуры Саамов с приглашением коллектива из Лавозера. Задуман День беломорской селедочки, который собираются провести в ноябре вместе с гостями из Умбы и Териберки. Ну а пока гости праздника с удовольствием уплетали за обе щеки вкусные вареники. Вареники с картошкой и грибами, капустой и яйцом, с творогом и брусникой. Начинка не главное. Главное с душой подойти к процессу, признается мичман в отставке Юрий Александрович Сахаров. Ну, чтобы приготовить вареники, это уходит часа полтора. Потому что надо отварить в начале внутренности, потом раскатать тесто. В него, значит, нужно добавить специи. А что там добавляется? Соль, вода, яйцо, чтобы было крепкое. А потом все это варишь в течение 10 минут и закатываешь. Но там есть маленький секрет. Сначала так, а потом с подвертюшечкой. Там получилась вот такая змеечка, видите? Под высокий потолок фаи Дворца культуры взлетали веселые песни и частушки. Большому хороводу было тесновато лавировать между белыми колоннами с лепниной. Веселье плескалось через край. Очень скоро позабылось, где гости, а где хозяева. Как это обычно бывает при встрече добрых друзей. Кстати, праздник украинского вареничка, как нам объяснили кировчане, на самом деле празднуют на Украине весной. Символизирует он мир, любовь и добро. Три опоры, на которых основывается наша жизнь. Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. По окончании нашей программы вас ждет рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами на этом прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи.